Господин Петрович, это только коллективная работа, и кстати она сейчас идет и еще не закончилась. Мы вопрос голосования по России еще не проводили. Какие предложения по девятому пункту? Убрать слова. Национализм губит нас. Нет, это не цинализм, а знание юридических моментов. Я очень извиняюсь, что насколько я знаю, российские военные корабли в Балтийском море передвигаются совершенно свободно. Естественно. Из Калининграда выходят. Понимаете как? Юридический статуй от экономической зоны позволяет передвигаться всем свободно. Но они не имеют ни одна страна, они имеют права в эксклюзивной экономической зоне Латвии, Эстонии, неважно чего, не имеют права заниматься разработкой каких-то месторождений, ископаемых, вести пропагандную деятельность и так далее. То есть целый ряд пунктов, что они не могут. Один из тех пунктов, они не могут заниматься физической охраной или контролем за подводами. Не, ну они могут это делать, конечно, так сказать, не... А подоговоренность... Хорошо, кто? Вы реально думаете, что эстонский президент попросит российский флот контролировать химические захоронения возле Эстонии? Ну, возле Эстонии нет. Ну а где? Нигде. И латвийский президент не попросит никогда, и польский президент не попросит. Поэтому давайте реально смотреть. Знаете, я хочу, если мы делаем документы, чтобы документ был достойный и реальный. Хорошо. А вот в случае наступления нежелательного результата... Ну почему? Ну почему все не обратились к России? Часто мы говорили. Ну это в военном смысле. А вот, допустим, в техногенном случае. Что-то случилось. Нет, ну пункт о чем вы говорите. О физической защите. Физическая защита, это подразумевает собой физическое воздействие. Я не хочу, чтобы Россия использовала свои физические воздействия в латвийской и механической зоне. И не АТО. Это есть вот бетонирование, например. Ну извините, мы не желаем тоже, чтобы НАТО там повсюду лазило, они все же так уже все наши... А я извиняюсь, а что вы извиняете, НАТО лазило? Латвия, как член НАТО, имеет право лазить в свои ходы. В Калибалтике, где она, НАТО? Везде. У вас какое-то неправильное представление о НАТО? НАТО уже здесь, оно уже заползло. Оно уже все наши банки взяло, у нас нет ни одного банка больше. Они, все шведские банки тут у нас хранят. Да, ну вот поэтому вы с деревянными деньгами приехали. Вам проще, у вас свои деньги. И миллион латышей уже выехали, да? Нам это тоже не надо, нам тут тоже не надо. А кто будет делать? Надо самим делать. Ну, надо коммунина. Надо реэмигрировать с латышей обратно, и чтобы работали над этим. И всех национальных меньшинств. И все, что они могут делать? Вы же сами сказали, миллион латышей выехал, да? Ну, будут вот очищать. Очищать. А если подкопать, подкопать. Захоронить. Ну, это другое дело. Но мы сейчас говорим о нашем доверии. А доверия нет другим. Надо самим свое, себе начинать верить. Самое страшное, что сами себе не верим. Я предлагаю оставить, знаете что-то? Я предлагаю оставить структуру НАТО и ОБСЕ. Россия же входит в ОБСЕ? Да, конечно. Ну и все. А зачем тогда оставлять? Оставить НАТО и ОБСЕ? ОСЦС. ОБСЕ, я предлагаю сюда вмести ООН. Как вы считаете, если в этот пункт добавить ООН, которая тоже имеет Совет Безопасности ООН? А там входят все наши государства, понимаете ли, еще, 280 лет. Тогда девятый пункт звучит следующим образом. Мы считаем целесообразным привлечь возможные структуры ООН, НАТО и ОБСЕ к разработке и согласованному осуществлению эффективных мер физической защиты районов затопления. Дальше по технику. Вот так, структур город Каин, ООН, НАТО и ОБСЕ. Господин Петрович, попрошу взять на заметку мое предложение. Вынашивающие диверсионные и террористические намерения, вынашивать намерения нельзя, планы? Нет, планы, потом они переходят в намерения и в осуществление. Вот в этом смысле они сначала зарождаются, потом вынашиваются, иногда годами, десятилетиями. Не успел подумать. Девятый определились, десятый пункт. А не надо ли тут просто реально не сгадаться до пункта, а повторить эти страны? А в пункте 1 надо ли там прочитывать? Надо повторить страны конкретно, да? Кого мы имеем в виду? Какие страны? Страны панделием-панделием-панделием-панделием. Десятый пон звучит так. Да, вот минимизацию я исключить. Исключение. А чем вы вообще аргументируете? Почему он словно минимизация? Ведь минимизация может идти до нуля, до нуля, минимизация до нуля. Исключить реально мы не сможем, мы не сможем решить эту проблему на 110 процентов, на 100. Мы хоть можем ее как-то чуть-чуть убрать, ну по возможности чем больше, тем лучше. Если на 30, то рекомендуется уже, да. Поэтому исключить это, это как вы понимаете, исключить воровство, мы можем к этому стереть, но никогда этого не будет. То есть 10 пункт звучит в следующей редакции. Мы рекомендуем правительственным парламентам стран Балтийского региона через средства массовой информации, дальше по тексту. Нет, я предлагаю еще одно слово заменить. Не в связи с объявлением, а в связи с оповещением о реальном состоянии морского. Чисто языковое. В связи с оповещением. Вот что значит журналист международный. Лей Вишер, реальном состоянии морского. То есть звучит так, что мы рекомендуем правительственным парламентам стран Балтийского региона через средства массовой информации своих стран организовать разъяснительную работу, направленную на осознание населения, вложившей ситуации, необходимости принятия древних мер и минимизации негативных процессов, могущих возникнуть в связи с оповещением в реальном состоянии морского и бассейна Балтийского и Северного моря. Но этого нам не хватит, потому что, как мы все уже договорились, то государства довольно не способны действовать. Нам надо бы еще один пункт подложить, чтобы они помогали коренным жителям самоорганизоваться для реставрации экологического фона их территорий. А нельзя привлечь к этому некоренным жителям? Конечно, надо, не только нельзя. А если вот вы как сначала в Швеции 20 лет прожили? Но через коренных жителей ООН нам даст денежки. А что значит коренных? Настоящие. И мы сами развернем свои проекты. У нас 25 лифов осталось коренных в Латвии. Но я двух родила. Ливов? Да. Это я про ливов говорю. Но я тоже. Но вряд ли вы ливов родили. Да, у меня муж Лив. Лив, да? Да. Но во всяком случае... Один из них. Но во всяком случае... Есть предложение тогда поставить на голосование с внесенными изменениями. И дополнение. Кто за данное голосование? Прошу, кто за? Голосуем. Кто против? А, видно. Раздержался? Спасибо. Заключительное слово. Господин Борг. Дорогие друзья, и я надеюсь, единомышленные. Вот очень хорошо прошла наша конференция. Здесь было все. Здесь было... Во-первых, шло обсуждение. Бог, значит, бурное, эмоциональное, значит, и демократия была соблюдена, потому что голосовали. А, поэтому я говорю о единомышленном. Но я говорю о том, что мы сегодня обсуждали цивилизационную проблему. Потому что то, что находится на дне Балтики, нашей любимой Балтики, до слез любимой, и ни на что мы не применяем, ни на какие южные моря, понимаете, в других местах, и на других, так сказать, мелидианах есть тоже очень интересные акватории, которые входят в единую систему мирового океана. Но у нас Балтика. Наша Балтика. И вот я очень хотел бы, чтобы вот эту начатую нами работу мы обязательно в этом составе, в этом составе, а лучше в расширенном составе, чтобы мы эту работу продолжили. Обязательно. И именно, я не знаю, здесь есть другие представители, так сказать, я имею в виду трех республик, чтобы это была Латвия, чтобы это была Литва, и чтобы это была Эстония. Вот этот регион, да, шведы, шведы, нет, мы в наше объединение примем любых, любые страны, любое количество их представителей, если наша коренная цель с ними совпадает. Нам надо на региональном уровне объединить наши усилия с тем, чтобы выйти на конкретный результат. Вот вы о деньгах. Отлично, хорошо говорите и показываете, просто входит, так сказать... Все готово, надо пользоваться. Это надо... Не исключено. Как только достигнете первого результата, обменяете вот эту дощечку на реальные деньги, сразу собираемся и... Отмечаем. Нет, это все вместе надо делать. Результат есть, когда все вместе говорят, это надо, тогда и будет. Они вот я одна, тут что-то сделаю. Вот мы говорили, мы говорили о том, что неминуемо сегодня уже можно было бы сегодня начать мониторинг процессов в тех местах, которые мы знаем. Мониторинг, это... от этого никуда не уйдешь. Но это уже можно сделать сегодня. Мы говорили, и Безбану Петружес говорил о том, что мы уже сегодня можем собирать специалистов, которые... Это уникальные люди. Ну, если на 9 метров, значит, водолаз опускается, это одно. Но у нас нет захоронений на этом расстоянии. У нас все расстояния, глубину я имею в виду, это гораздо больше. А таких специалистов единица, правильно? Но мы можем уже сейчас начать их литурить. Значит, мониторинг. А мониторинг это что за... Это мониторинг обязательно, значит, вокруг объекта. Вот этот объект и вокруг него обязательно мы обставляем. Это мониторинг, который современными средствами идет, беспилотными летающими средствами. Это мониторинг, который можно вести из космоса. Вот эту работу мы все равно не минуем. Мы, как Тенгиз сказал, мы не минуем этот этап работы. Понимаете? У нас же есть люди, которые реально уже очищают палку сейчас. Вот почему этот реальный человек сегодня отмолчался? Вы мне не подсказали? А он многое мог баромарно рассказать. Ну, может, в частном порядке и рассказать. Сегодня еще успеем. Чтобы помочь, надо знать, что человек делает. Не отвлекайте меня. Потому что я понимаю, что все, что мы здесь говорили, это важно. Но мне бы хотелось, чтобы вот этот заряд энергии от сегодняшней конференции, значит, мы поговорили, разъехались, разошлись. Ну и, конечно, да, важно. Но свои проблемы, да? И со здоровьем ведь тоже, наверное, есть, да? Ну, вот и так далее, и так далее. Но эта проблема наша общая. Давайте мы не потеряем друг друга. Давайте мы будем вокруг себя создавать и привлекать больше, как можно больше людей, организации, фирмы, журналистов, значит, всех мастей, так сказать, всех, значит, электронных, пишущих и так далее. Выходить на структуры правительственные, обещаю вам, как только мы первый шаг сделаем, как региональная организация, как региональная организация, то есть три республики, как я говорил в середине нашего заседания, обращаются к своим парламентам и правительствам. И вот мы посмотрим, товарищ шеф, господин шеф, вот мы посмотрим, как среагируют. Вот мы обращаемся, замолчать, замолчать, да, замалчивают. Вот когда одна республика обращается и к своему президенту, это, да, да, ну, отождуем, не наше, не наше. А вот когда мы дружно трем президентам направим, и в три парламента направим, вот этот объединенный документ, тот даже, который мы собираемся направить на Всемирный форум, давайте мы этот документ подготовим в ближайшие три дня, четыре, пять. Ну, я на следующей неделе в Швеции делаю конференции. Значит, оставьте свою... Я еще могу Швецию подключить на следующей неделе. Замечательно, голубушка. Значит, а ваш коллега, который здесь выступал, и очень правильные слова... Англию может подключить. Вы понимаете, его надо подключить. А он уже подключен. Значит, теснее подключать его. Утеснее. Понимаете? Очень тесно. Агент... 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 Это ничего. В этом смысле... В этом смысле слово агент даже очень хорошо звучит. Это агент влияния, может быть. Потому что человек, который выходит на структуры, и к нему мнению прислушивается, как он сказал здесь, понимаете? А он же сказал, что я там туда-сюда... Зашел, и я им открыл глаза. Понимаете? Мы понимаем, что в наших республиках много других проблем. Более, может... Нет, не более. Но тоже важно. Жизненно необходимо. Понимаете? И безработица, и расслоение, и непонимание. Но собираются же три президента для того, чтобы решить одну проблему. Собираются парламентарии для того, чтобы решить какую-то одну проблему, и решают. Вот и дорогу ставили, значит, строить вот эту вот в Балтии, да? Давайте мы проведем работу, которая позволит в этом вопросе концентрировать энергию для, будем говорить, начала движения. Вот я... Балтика строится на европейские деньги. Не важно, на чей день. Нам важно сдвинуть сознание, понимаете? Сознание. Ну, парламентария, кто-то с ними работал. Спасибо большое. Это наши деньги. Я желаю всем вам крепкого здоровья. Спасибо за то, что вы были сегодня здесь. Спасибо за нашу работу. Спасибо. 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 Айта. Айта. С толсткой стороны. Айта. С толсткой стороны. Добрый минуты вперед. Я тайно. Это последнее предложение. Вы сказали, что не потеряем мы друг друга. Для того, чтобы это осуществить, неплохо было бы нам получить координаты друг друга. А вот, пожалуйста. Это будут все данные, вы спадали в имейлы. Когда господин Борг сделает полную редакцию документов, он пришлёт к нам, и мы разошлём на указанные адреса в регистрации документов. И чтобы у нас были все контакты, да? Да. Это всё будет? Заходите на сайт Клэн Балти. С деревянным проектом. С вашим проектом. Замечательно. Заходите. Полез по-русски. Мы имеем сертификат, потому что сегодня вы были у нас. Да, да, да. А что же вы молчите, головышки? Не молчу. Она ждёт. Вы вписали, пожалуйста? Да, вписала. Давайте. И там мы ещё пишем коммунную. Господин Лейвишар, будьте добры. Президент. Ко мне. Вы награждаетесь сертификатом за участие в нашей конференции, которое позволяет к вашему званию профессор добавить ещё с некоторыми усилиями и получить звание доктор. Вы прошли курс в оборудовании. Терматолога. Спасибо. Владимир Сергеенко. Владимир Сергеенко. Поздравляем. Желаю крепкого здоровья. Я знаю, что вы занимаетесь стопроцентной экологией, потому что вы чистите воду Балтийского моря. Весь Клайпенский порт уже 20 лет. Вот, вот. Продолжайте эту работу. Без работы не останется никогда. Добавив работу. Я заинтересован в помощи. Советский сотрудничество. Спасибо. Владимир Потелев и Наталья Котылёв. Владимир, сердечное поздравление. Надеюсь на то, что мы будем с вами встречаться чаще. Ваша супруга. Очаровательная Наталья. А почему-то я аплодисментов не слышу. Спасибо. Чаще, чаще и больше. Эльвира Бойкова. Спасибо за ваш доклад сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Будем встречаться. Гирц Озович. Энергичный, вам крепкого здоровья. Водрасти. Водрасти. Передайте подкуму вашей супруге. Всего доброго. Вот, колпак латвия. Да, здравствуй. Привет. Гуннерс Плавниц. Где? Вот. О, замечательный джентльян. Крепкое рукопожатие. Молодец. Так держать. Так держать. Да, будем так поработать. Будем вместе. Вместе. Три республики. Как три сестры. Правильно. Судамма. Судамма. Так это можно быть. У нас трех суда. Лауре Мазмар. Да, давайте так. Я мужчина. Пожалуйста, Лауре Мазмар. Банг ист Харламос. Вы энергии и силы. Это ваш... То, что вы сегодня обсуждали, это ваша проблема номер один. Будем узнавать. Карлс Ольжович. Карлс Ольжович. Карлс. Молодец. Чертоня. Вообще очень приятный человек. Снаружи и внутри. Элита Као. Элита. Элита. Да. Да. Курно без элита. Энергичная. Энергичная. Спасибо. Красивая. Спасибо. Улыбайтесь. Вам это идет. Спасибо. Спасибо. Я не с Францией. Это Адзипромье войска. Где? Не появился. Что? Уже не до 23. Я приехал. Я приехал. Продолжение следует. Обязательно всем вручим, никто не уходить в EBS, потому что это были те сертификаты, которые присылали свои локейшн, и они были, остальные все получат, потому что действительно участвовать. Ну, конечно. Спасибо за участие. Большое спасибо, Андрей. Вам тоже? Бет, бет, бет. Хорошо. У нас есть маленький. Хорошо.